Гавриил и Юлия, приглашаю вас на государственную регистрацию брака. Прошу. Вы в курсе, что жениться в Сочи – это модно? Как показывает статистика, влюбленные специально приезжают в город-курорт, чтобы получить свидетельство о браке именно в сочинском ЗАГСе. Но регистрации актов гражданского состояния – это не единственная задача ЗАГСов. В Краснодарском крае этот орган в том числе проводит политику в области семейных отношений и направлена она на пропаганду семейных ценностей, развитие и совершенствование института семьи, повышение ее роли в обществе. В разных уголках Кубани сотрудники ЗАГСов становятся свидетелями судьбоносных событий в жизни людей. Опять-таки регистрируют новые пары, а еще поздравляют новоиспеченных мам и пап с рождением детей, с юбилеями супружеской жизни. Не без их участия увеличивается количество осознанных браков, а порой сотрудники ЗАГСов предотвращают разводы. Деятельность их обширна, и, как показывает практика, благодаря поддержке краевых властей в вопросе популяризации семейных ценностей, поддержке семьи на Кубани сделано многое. Подробнее об этом мы поговорили с начальником управления ЗАГС Хостинского района Сочи Аллой Барсуковой. Отдел ЗАГС Хостинского района города-курорта Сочи является одним из составных звеньев управления ЗАГС Краснодарского края. Это наша головная организация, и вся наша работа построена и согласована. В полном взаимодействии мы работаем с управлением ЗАГС Краснодарского края, с нашим правовым отделом, с отделом кадров, с руководством нашим. Очень серьезное внимание уделяется в нашей работе профессиональному уровню сотрудников. Проводятся и мастер-классы, и конкурсы, и повышение квалификации семинары для того, чтобы повысить уровень сотрудников. А он сейчас требуется очень высокий, у нас очень серьезное квалификационное требование к тем сотрудникам, которые работают в органах ЗАГС. И абсолютно по всем вопросам мы работаем в полном взаимодействии с управлением ЗАГС Краснодарского края, за что им очень благодарны, потому что без этого взаимодействия просто невозможно работать сегодня. У нас очень серьезное к нам внимание и отношение со стороны вице-губернатора Краснодарского края. Мы очень благодарны губернатору и вице-губернатору Краснодарского края, который курирует нашу работу, потому что работа органов ЗАГС, это государственная структура под серьезным вниманием. Это связано с работой с людьми, оказанием таких серьезных услуг в рамках наших полномочий. Нас постоянно поддерживают, проверяют, помогают, и поэтому мы всегда эту поддержку чувствуем и очень за это благодарны. Алла Михайловна, как мы знаем, у большинства людей слово ЗАГС ассоциируется со свадьбами и бракосочетаниями, но ведь это лишь одна из задач органа. Какие еще услуги ЗАГС предоставляет гражданам? Очень приятно, что наши граждане имеют такое приятное впечатление и думают о том, что работа органов ЗАГС – это работа именно по регистрации заключения браков. Однако это не совсем так. Органы ЗАГС регистрируют юридические факты, начиная от рождения и до самого последнего дня до регистрации, в том числе и смерти. Это регистрация рождения, это регистрация установления отцовства, когда родители не состоят в браке, родители ребенка хотят, чтобы отец был записан. Это регистрация расторжения браков, это регистрация перемены имени, фамилиями или отчества. Это внесение исправлений в записи актов гражданского состояния. Это выдача архивных документов, свидетельств и архивных справок. И другие юридические значимые действия. Поэтому полномочия нам, данные государством, позволяют нам оказывать такие услуги гражданам с целью получения соответствующих документов, подтверждения юридических фактов. Губернатор Краснодарского края не раз подчеркивал, что цифровизация должна коснуться всех отраслей, работающих в крае. Как с этим дело обстоит у вас? Какие услуги можно получить по интернету? Жизнь идет вперед, и это не может не коснуться в том числе и органов ЗАГС. Теперь, благодаря возможности использовать интернет, граждане могут обратиться в орган ЗАГС и записаться на прием по регистрации рождения, регистрации смерти, подать заявление о регистрации расторжения брака и, конечно же, заключения брака. В отношении вопросов о регистрации брака Единый портал Госуслуг предоставил возможность подавать заявление не менее, чем за месяц и не более, чем за 12 месяцев. Это новшество в законодательстве. Этим с удовольствием пользуются как местные жители, жители города Сочи, так и иногородние граждане. Это дает возможность им планировать свои отпуска, праздничные, выходные дни и так далее, приуроченные к ним, потому что в праздники и выходные мы, естественно, не работаем, но спланировать свое время таким образом, чтобы, приехав в город Сочи, в город-курорт Сочи, зарегистрировать свой брак и прекрасно провести это незабываемое событие и это время. Сейчас, вот после Олимпиады, с 2014 года, город Сочи очень востребован в плане именно регистрации заключения брака. С удовольствием люди регистрируются. Нам объясняли и говорили граждане иногородние о том, что поставить штамп в городе Сочи, зарегистрировать брак в городе Сочи, это теперь модный тренд. Это очень-очень круто, как сейчас говорят. Вот поэтому очень много у нас, практически каждое третье заявление в прошлом году имело место поступить через портал, единый портал госуслуг. Мы их принимаем, связываемся с гражданами, объясняем, подтверждаем получение этого заявления и приглашаем их на встречу в указанное, в избранное ими время и дату. Только ли интернет и МФЦ или есть еще какие-то документы, которые вы переводили в цифру? В цифру работа сейчас и до сих пор ведется. Мы очень много переводили и сейчас переводим, потому что должна быть, в связи с созданием с 1 октября 2018 года единого государственного реестра ЗАГС, все архивные документы должны быть переведены в цифру, должны быть в едином реестре. Для того, чтобы это прежде всего для удобства граждан сделано, с тем, чтобы гражданин, находившийся не только по месту жительства, мог обратиться в орган ЗАГС, но и по месту пребывания, там, где он сегодня пребывает. Но возникла необходимость получить документ. И благодаря этой единой базе и оцифрованным документам этот вопрос решается очень даже быстро. И должен решаться, и в будущем будет решаться. У нас уже часть базы введена и большая работа проводится по ее наполнению, потому что, в принципе, где-то до 2025 года все это должно быть введено. То есть все старые документы, все должны иметь место в этом реестре для того, чтобы была возможность граждан помочь в отношении их родственников. Бывают же вопросы и наследования, когда нужно проследить ветвь родства, и документы поднимаются старенькие. Поэтому вот эта база нужна, она очень удобная. И имея документ в единой базе, можно, например, свидетельство о рождении ребенка, родившейся в Волгограде, распечатать, подписываться. Место регистрации будет указано, место фактической регистрации, а место выдачи – отдел ЗАГС Костинского района города Сочи. Ставится гербовая печать, подписывается, и документ вручается заявителям. Такое уже сейчас практикуется. Все это, все новшество, все очень успешно воплощается в жизнь. Да, мы с МФЦ работаем через МФЦ. В основном у нас идет выдача документов повторных и архивных справок. Очень активна эта работа. Также подают заявление на регистрацию брака через МФЦ и расторжение брака по воюдному согласию. Тоже имеет место быть очень плотно работаем, очень эффективно. Гражданам удобнее или у вас, наоборот, сложности? Я бы сказала, что, наверное, это граждане должны сказать, что им удобнее. В отделе ЗАГС это делается, во всяком случае, принимается заявление сразу в течение где-то максимум 15-20 минут. Мы сами заполняем заявление, сами все делаем. То есть, придя в отдел ЗАГС, подается заявление сразу. Через МФЦ существует определенный порядок передачи нам из МФЦ этого документа, рассмотрения, уведомлений и так далее. Но если граждан устраивает ситуация, что не в день обращения они этот документ могут получить, они пользуются с удовольствием или порталом, или МФЦ. Но пока вы создаете этот архивный фонд записи, можно так его назвать? С 1 октября 2018 года производится государственная регистрация всех видов актовых записей только в едином государственном реестре. Необходимо сказать, что при подаче заявлений через единый портал госуслуг для граждан предусмотрена скидка 30%. По регистрации заключения брака эта сумма составляет 245 рублей, а не 350, когда непосредственно обращение в ЗАГС при регистрации расторжения брака, 455 рублей, а не 650, как установлено при подаче заявлений непосредственно в ЗАГС. Такие моменты существуют. Это очень востребованная государственная пошлина и очень активно гражданами используется. А вот говоря о создании архивного фонда записей актов гражданского состояния, как и для чего это делается, и бывают ли интересные находки в процессе? Конечно, бывают. Конечно, бывают. Но, в общем-то, учитывая, что это конфиденциальная информация, в общем-то, можно сказать, интересные находки бывают тогда, когда совсем старые актовые записи 20-х, 30-х, 40-х годов. Вот в них место работы, например, вступающих в брак. Интересно, так записано по регистрации смерти. Были ситуации, когда вот актовые записи смотришь, причины смерти. Тот язык, те принятые выражения, которые были тогда, ну и уровень сотрудников, он же отличается и отличался тогда от тех, кто работает сейчас и какие требования предъявляются. Поэтому, как говорится, кто на что учился, такие данные и были указаны в этих записях. По разводам интересно было, что где-то в 30-х, 40-х годах приоритет почему-то отдавался отцу. И с отцом оставались дети, и имущество отходило при разделе имущества именно к отцу детей. Наверное, как хозяину, наверное, как человека, который может и должен содержать семью. И вот такие интересные нюансы можно было наблюдать. Ну а теперь давайте поговорим о реализации государственной политики в области семейного права. Укрепление Института семьи – это действительно государственная задача. И какие мероприятия ЗАГС этому способствуют? Наша основная задача – это государственная регистрация. Мы все-таки регистрационный орган в основе своей и орган, который выдает архивные документы. Это основное. Но, тем не менее, естественно, мы правильно понимаем политику нашего государства по укреплению семьи. И поэтому всячески всеми возможными способами участвуем в тех мероприятиях, которые проводит Управление ЗАГС Краснодарского края, администрация нашего Хостинского района города-курорта Сочи. Это прежде всего День любви, семье и верности, который отмечается и в городе у нас, и в районе. Чествуются юбиляры счастливой семейной жизни, чествуются многодетные семьи, чествуются династии семейные. Поэтому мы тоже по мере возможности принимаем участие. И в отделе ЗАГС мы проводим честыню юбиляров семейной жизни. И стараемся гражданам устроить такой праздник, в котором бы они почувствовали то время, когда они 50, 60, 65 лет назад приходили в отдел ЗАГС, когда не было таких условий, не было возможностей, может быть, тех, которые сейчас, и делаем им такой праздник, чествуем юбиляры в семейной жизни. Как правило, инициаторами выступают их родственники, это дети, внуки, правнуки. И все с теплом, с теплотой это делается. В отношении имя наречения, это больше имя наречения вообще-то нарекает в церкви. Сейчас немножечко другие тенденции в этом плане. Да, торжественная регистрация рождений новых граждан Российской Федерации, новых жителей города Сочи. Конечно, с торжественным вручением документов такие моменты проводятся, такие моменты, такие праздники устраиваются. Тоже, как правило, накануне таких праздников, которые приняты у нас в государстве, в том числе и накануне 1 июня Дня защиты детей, но по возможности и просто по желанию, когда родители желают это сделать. Поэтому всячески, как говорится, используем все возможности и стараемся тоже участвовать. Сочи – город курортный. И есть ли в связи с этим отличия в статистике среди браков или разводов по сравнению с другими городами края? И чего вообще у нас больше браков или разводов за последний год? Сочи – это город любви, я бы так сказала. Особенно в последние годы. Благодаря Олимпиаде 2014 года наш город стал известен всему миру. У нас регистрируются не только наши жители города Сочи, очень много иногородних граждан. Очень много иностранцев, которые регистрируют здесь браки. И, конечно, регистрации браков намного больше, чем регистрации разводов. Дело в том, что браки у нас регистрируются, и граждане потом уезжают. И поэтому разводы, если они стучаются, они уже регистрируют по месту своего жительства. Вот, поэтому браков у нас много. И браков у нас больше, чем раздорожение. А не сравнивали с другими городами края? С другими городами края? Ну, дело в том, что сравнений нет. Есть у нас сравнительный анализ, который делает управление ЗАГС Краснодарского. Края мы эти получаем. Но это зависит от того, какое население. Численность, я имею в виду население, востребованность и так далее. Ну, конечно, Краснодар и Сочи – это Новороссийск. Новороссийск, Сочи, Краснодар – это города, количество браков, которых значительно превышает количество разводов. Востребованные города. И Казерининский зал в Краснодаре – это шикарный, прекрасный ЗАГС, где люди стремятся и, в принципе, туда едут и не только из края, и тоже из всей России регистрировать браки, потому что достойное, хорошее место. И вообще, сейчас это модный бренд регистрировать брак, ну, в городе Сочи в том числе. Скажите, можно ли зарегистрировать брак или развод не по месту прописки? И можно ли вообще зарегистрировать брак, не имея прописки? Ну, регистрация заключения брака, действующее законодательство предполагает и предоставляет право гражданам выбрать любой отдел ЗАГС, в котором они желают зарегистрировать брак. Поэтому привязка к месту жительства, месту пребывания, она никакого отношения не имеет. Где хотят граждане по своему выбору, какой им ЗАГС больше нравится, они туда и подают заявление. В отношении расторжения брака есть нюанс в законе, место регистрации расторжения брака определено в законе. Это либо место жительства, либо место регистрации брака, либо место преимущественного проживания. То есть, когда гражданин прописан в другом месте, не в городе Сочи, и брак здесь не регистрировался, но работает и временно пребывает, имея свидетельство о регистрации по месту пребывания, выданной федеральной миграционной службой, Он также имеет право обратиться и оформить развод. Это, как правило, по решению суда и по взаимному согласию. Такая норма есть. А по регистрации браков полная свобода и выбор. А зарегистрируете ли вы влюбленных, у которых нет прописки? Конечно. Основанием для отказа не является отсутствие прописки. Но у нас граждане, я должна сказать, законопослушные. И те, кто даже не имеет прописки, имеют возможность и нет никаких препятствий зарегистрировать свое пребывание в федеральной миграционной службе. То есть легально пребывать на территории города Сочи, либо другого какого-то района и так далее, или другого субъекта федерации. Это все доступно и все, как говорится, в руках тех, кто хочет этот момент осуществить. Но отсутствие прописки не является основанием для того, чтобы отказать людям. А по последним данным, кого чаще регистрируете? Новорожденных мальчиков или девочек? И мальчиков, и девочек. Как-то почти эта ситуация у нас выровнялась. И мальчиков у нас много, и девочек много. Я не знаю, меньше стало, по-моему, немножко двойнее. Вот, у нас раньше немножечко больше как-то рождалось двоин. А стремятся ли сейчас родители давать необычные имена малышам? И есть ли тенденция возвращения к забытым именам? Ну, знаете, вот на все есть мода. На регистрацию браков, на одежду, на проведение торжественного мероприятия, то есть ритуала этого в отношении заключения брака. Также и мода на имена. Да, она имеет место быть, и родители, учитывая эту моду, присваивают имена. Но, учитывая то, что у нас город Сочи, многонациональный город, и много живут здесь жители, которые к разным национальностям относятся, и называют детей, естественно, своими именами. В честь дедушки, бабушки, близкого родственника, какого-то там знаменитого человека в своей семье. Вот поэтому эти имена иногда кажутся нам какими-то редкими. А на самом деле это не редкие имена и недавно забытые. Хотя возвращаются и русские имена. Иван, Матвей, Тимофей, Николай, София, часто называют девочек, Есения, Амина. Ну, я же говорю, что учитывая национальный состав, конечно, это имеет место быть. Иногда такие имена дают родители. И сейчас я должна сказать, что родители достаточно осознанно подходят к выбору имени. И у нас уже практически нет таких случаев, когда, зарегистрировав ребенка, потом родители желают изменить это имя. А это можно сделать только через органы опеки. Поэтому сейчас органы опеки и этим практически вопросом в последнее время не занимаются, потому что родители сразу дают то имя, которое потом носит ребенок. Кстати, а популярны ли сейчас красивые даты для бракосочетания? Или этот ажиотаж уже ушел в прошлое? Нет, не ушел в прошлое. И мы довольно-таки спокойно к этому и с уважением относимся. У нас скоро грядет дата 20.02.20, 22.02.20. И на эти дни у нас уже достаточно подано заявление на регистрацию брака. И мы, конечно, будем регистрировать. Я должна сказать, что если эти даты как-то помогут укрепить семью и в дальнейшем, даже, может быть, в сложные моменты жизни, вспоминать этим лицам, вступающим в брак об этой дате, а что мы тогда в такую-то дату и укрепить семью, мы только будем рады, чтобы эти семьи в дальнейшем не распались. А красивые даты, они были и есть. Мы с уважением относимся к выбору людей, и поэтому все делаем для того, чтобы им было хорошо. В рамках закона всегда. Алла Михайловна, вот если на Ваш субъективный взгляд изменилось ли отношение сочинцев к семейным ценностям по сравнению, например, с ситуацией 10 лет назад? В отношении, я не скажу, что негативного ничего не могу сказать, что изменилось. Наоборот, укрепление семьи, ведь то, что делается у нас в крае, то, что делается у нас в районе города Сочи, все направлено, вся политика государства направлена именно на укрепление семьи. Ведь семья – это основа всего, да, говорили раньше, ячейка общества. Это основа всего. Все хорошее и все плохое идет из семьи. Поэтому укреплять семью, поддерживать семью, поддерживать родителей, детей, давать им возможности и медицинского обслуживания, и образования, и всех вопросов, которые только можно решать. Сейчас все эти вопросы решаются и будут решаться. И мы видим, что политика нашего государства направлена на то, чтобы только укрепить семью, улучшить нашу демографию. И поэтому и патриотическое воспитание в нашем крае, в государстве, все направлено на то, что семья должна быть крепкой основой нашего государства. Крепкая семья – крепкая Россия. Люди, которые к нам приходят, наверное, они приходят для того, чтобы создать свою семью. Не просто жить вместе, а создать семью, иметь детей. И в дальнейшем, чтобы это была действительно семья в самом высоком смысле этого слова. Чтобы прожив 10, 20, 50 и 60 лет потом, вспомнить, какие мы были молодцы, какой правильный выбор мы сделали. Избрали друг друга. И самое главное, наверное, я слышу у юбиляров в семейной жизни – это уважение, понимание. Может быть, даже слово «любовь» не всегда упоминается в разговоре с ними. А терпение, умение слышать и слушать – это самое главное, что помогает сохранить и укрепить семью. И поэтому семьи в нашем Хостинском районе, должна сказать, у нас очень много семей, юбиляров в семейной жизни, долгожителей, которые ценят, любят друг друга. И мы просто гордимся. Это я всегда называю золотой фонд нашего Хостинского района, эти семьи. Ведь это такой пример для молодых граждан, для молодых лиц, вступающих в брак. Вот эти прекрасные отношения, вот эти прекрасные семьи, о которых мы рассказываем, показываем. И эти семьи, приходя на честные юбиляры в семейной жизни, приводят своих детей, внуков и уже правнуков. И молодость видит, как нужно строить свои семейные отношения, как нужно создавать семью и, главное, потом ее сберечь. И дай Бог, чтобы они были. Мы ратуем только за то, чтобы поменьше было разводов. Но я для статистики должна сказать, что у нас практически по 90% разводов это по решению суда. То есть мы никак не можем не влиять, не изменить эту ситуацию. Наверное, люди приняли такое решение. Как правило, по решению суда расторгают браки те, у кого дети есть. Поэтому суд определяет судьбу детей и так далее, и так далее. Другие вопросы. Другой вопрос, что бывают ситуации, у нас такие ситуации бывают, когда по взаимному согласию, это семьи, не имеющие несовершеннолетних детей, приходят и подают заявление. Но если люди такое решение приняли, и они уже, как говорится, выверили это решение, и приняли решение расторгнуть брак, и детей у них нет, Ну, наверное, такая семья не имеет права на жизнь. Хотя бывают случаи, когда и мы стараемся, видя ситуацию неустойчивую, так бы я сказала, в принятом решении. Ведь месяц дается на то, чтобы подумать хорошо, и через месяц или прийти, или не прийти. И бывают такие случаи, мы им очень рады, когда, подумав хорошо, пара не приходит сюда на расторжение брака. И бывают такие по жизни, я знаю такие семьи, когда все-таки такой шаг не был сделан неправильный. Приняли, хотя месяц дается всего вроде бы небольшой срок, но принято было правильное решение, и семья состоялась, и потом не появились дети, и потом все случилось хорошо, и все сложилось хорошо. Поэтому всякая в жизни – это жизнь, это жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...